Здравствуйте! На библейском портале Экзогет сегодня приступим к беседам о книге притчей Соломоновых. Это интересная книга, её часто читают за богослужением в церкви, и эту книгу, как, конечно, и всякую серьёзную книгу, стоит читать медленно, неторопливо, как бы пережёвывая слова, которые произносят тоже неторопливо, вдумчиво произносит писатель, приточник. Он беседует с нами, наставляет, ожидая, что мы будем охотно вникать, делая усилия о том, что разумение требует усилия, эта книга в притче говорит тоже. Итак, это сборник сборников, так можно сказать. Книга, составленная книжниками Израиля, из поучений, относящихся к разному времени. Некоторые, наверное, к довольно старым временам, к временам самого царя Соломона, другие были собраны при царе Езекии до 700 года до н.э. Какие-то относятся, скорее всего, именно пролог первых девять глав ко временам более почвен, примерно к V веку до н.э. Вот именно тогда книга приобрела окончательный вид. Можно проследить в этом сборнике, как менялось, становилось богословски более значительным представление израильских книжников о премудрости. Это очень существенная мысль о том, что есть премудрость. И мы с вами как-то уже в этом ввели речь. Премудрость, в конечном счёте, имеет персональное, личностное бытие для уже такого глубокого богомыслия Израиля. И в христианской теологии ассоциируется с самим Сыном Божиим, воплощённым Сыном Божиим Иисусом Христом. Древние поучения относят характер житейских, мирских правил жизни. Меньшее из них – это наставление морального содержания. Многое в притчах попадает с изречениями мудрых других восточных народов. Например, такие наставления были собраны в книге «Наставления» в Древнем Египте или «Советы сыну» в Акадском тексте из Угарита. Их тоже интересно читать. Они иногда очень близки к тому, что мы читаем в книге притчи. И то, что это учитывалось, накопленная с осенними народами мудрость, заметно в этой книге, когда даются прямые ссылки. Вот в главах 30 и 31 указывается на авторство аравийского мудреца Агура или мудреца Лемуила. Даже если это легендарные личности, само указание на таких авторов говорит о том, что мудрость Востока в чужих странах не была чужда израильским мудрецам. Еще есть такой египетский сборник первого тысячелетия до нашей эры по учению мудрости Аменемопе. Или иногда в связи с персонификацией при мудрости указывают даже на какое-то, если не сходство, но отдаленное указание на почитание богини мудрости Маат в египетской. Она олицетворяла правду. Но важнее принципиальное отличие от языческого многобожия всего того, что собирали мудрые Израиля, полагающие основу всего, основу бытия и основу мудрости, знания, благомыслия в инициативе Бога Творца, единого истинного Бога. Все от него, от Яхве. И вот большой перечень изречений, составляющие эту книгу, предваряется прологом со словами самой премудрости. Вот слова. «Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Плоды мои лучше золота, и золота самого чистого». Это из восьмой главы книги притчи. Эта книга часто цитируется в Новом Завете, и она раскрывает именно в Новом Завете, в опыте Нового Завета, раскрывается совершенный смысл того, к чему вела Израиля премудрость Божия во всей истории его. Премудрость Божия вела Израиля, потому что, в конечном счёте, церковь видит в ней, в премудрости, водительство самого Спасителя. Вот обратимся к первым главным книге притчи. Стихи 7.9 из первой главы. «Начало мудрости и страх Господень, доброе разумение у всех водящихся им, а благоговение к Богу – это начало разумения. Глупцы только презирают мудрость и наставление». Здесь мы видим образ совершенного человека, имеющего не просто осведомленность, так сказать, информированного о многих вещах, а имеющего мудрость как добродетель. Добродетель же невозможен без страха Божия. В ней нуждается не только отдельный человек, но и общество в целом. И вот, как об этом сказано на книге притчи, «Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой. Доколе невежды будете любить невежество, доколе буйные будут услаждаться буйством. Упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшай зла». Тут не просто человек, так сказать, разумный или многому наученный, а слушающийся премудрости, которая обращена как личность к личности, к человеку. Это значит слушающийся Бога. И Господь говорит беспечному народу через пророка. Это мы читаем у пророка Исаия. «Всякий день простирал я руки к народу непокорному, ходившему путём недобрым, по своим помышлениям». Итак, поучаться премудрости – это значит поучаться тому, чему учит Бог. В конечном счёте слушаться Бога. Это и есть страх Божий. Высшая мера премудрости, вернее, даже начало премудрости, собственно, оно и ведёт к высшей мере. И ещё у пророка Еремии. «Я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и звал вас, а мы не отвечали». Тут ведь ещё интересно. Бог заинтересован в человеке, заинтересован в том, чтобы человек к нему обратился. Мы читаем не о том, как человек взывает к Богу, желая умудриться, познать. Мы читаем о том, как Бог взывает к человеку, желая его наставить на путь истины. Единственное совершенное знание даёт то, что даёт Бог. И вот так во второй главе книги притчи. «Если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдёшь познание о Боге». В конечном счёте, мудрый, если он истинно ищет мудрости, приходит к Богу. Это, собственно, то, о чём, другими словами, говорит евангелист Матфей. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это всё приложится вам». Он говорит о прочих благах, какие может искать человек. И вот как во второй главе книги притчи говорится далее. «Когда мудрость войдёт в сердце твоё, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя». Вот тут есть мудрость, знание, рассудительность. Это всё то, что не относится, так сказать, к сумме информации, чем могли бы люди считать своё глубокое, скажем, образование или познавательный интерес. Это апология разума, древняя, как мир. Актуальность сегодня не меньше, а может быть и больше, чем 3000 лет тому назад. Потому что благоразумие и не то же самое, что образованность. По недостатку, благоразумие может свидетельствовать о том, как одолевает безбожие. Причём заявление о религиозности мало что значит. Ведь об этом так жёстко говорит Христос. «Многие скажут мне в той день, Господи, Господи, не от твоего ли имени мы пророчествовали, не твоим ли именем бесов изгоняли, и не твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. И так всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». И так, если премудрость желает наставить человека в благоразумии, разумении, что неотъемлемо от страха Божия, в конечном счёте прийти к истине, то человек, таким образом, всё более ясно для себя самого идёт на пути к Богу, к пониманию Бога. И тогда это действительно истинный разум. Истинная мудрость в том, чтобы знать многое, в том числе и о Боге, но в том, чтобы действовать согласно Слову Божию, это значит иметь страх Божий, и в конечном счёте это значит знать Бога, а не просто о Боге. Вот в каком контексте говорится об этом в книге притчей. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Наказание Господне, сыну мой, не отбергай и не тяготись обличением Его. Ибо кого любит Господь, того он оказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрёл разум. Блажен, то есть достиг высшего блага. Понятно, что высшее благо – это общение с Богом. И значит, тот разум, о котором говорит книга притчей, та премудрость – это в конечном счёте познание Бога. Истинная мудрость призывает человека к высокой нравственности. Вот как об этом в третьей главе. «Не отказывай благодеянию нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать это. Не говори другу твоему, пойди и приди опять, а завтра я дам». Довольно частая, надо сказать, ситуация. Сегодня невозможно, а завтра зайди. Так вот, не говори другу твоему, пойди и приди опять, и завтра я дам, когда ты имеешь при себе, ибо ты не знаешь, что ратит грядущий день. Вот эта благодетель одновременно и богобоязненность, и она ведёт к мудрости. Здесь слово «друг», в частности, в отличие от более раннего употребления, относится не просто к близкознакомому, а ко всякому человеку, как в Евангелии слово «ближний». Главная мудрость – это, как сказано в четвёртой главе книги. «Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум». Вот что говорит книга «Притчи», это в четвёртой главе. Действительно, человек может потратить порядочные средства на образование, но здесь речь идет о другом. Тут речь идет о том, что человек выбирает главное в своей жизни, и разум – это не средство достижения каких-то иных целей, как образование может быть, средство достижения успеха или достатка. Нет. Разум является одновременно целью, потому что тот разум, о котором говорит книга «Притчи» или книга «Премудрости» Соломоновых, и вообще все книги «Откровения» и «Ветхого» и «Нового завета» – тот разум – есть развлечение истины, приближение к истине, а истина есть сам Бог. Как в конечном счете скажет Христос, я есмь – путь истины и жизнь. Итак, сознание примитивное, безбожное, оно ищет практического успеха и на этом употребляет все средства, все имение свое. Этому противоположно благоразумие, то есть разумение истинного блага. Об этом думали не только учителя Израиля, но и мудрецы Востока, и философы античной Греции, и римские стойки. Главный вопрос в том, что же есть истинное благо. Если это отречение от вожделений и мирской суеты, то ответ могут дать индийские йоги. По-своему отвечали на это эпикурейцы, совсем противоположно, чем, скажем, йоги. Иначе отвечали стойки. В конечном счете вывод оказывался пессимистическим. В реальной жизни истинное благо недостижимо, потому что неизвестно, в чем оно состоит. Положительный ответ человек получает в откровении от самого Творца. Истинная мудрость ведет к познанию Бога и приобретается она на основе страха Божия. И в Ветхом Завете, в Новом Завете об этом говорится часто. Вот, например, Псалом 110. Начало мудрости, страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Последние слова очень важны не пропустить. Они объясняют, что значит страх Господень. Это не боязнь высшей силы и власти, но благоговение перед высшим благом, страх потерять его, готовность воздать Ему хвалу. Или вот Псалом 18. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни, истина, все праведны. Интересные сопоставления. Страх Господень и суды Господни. Как бы человек вступает в область абсолютной правды. Это вызывает его благоговение, иными словами, страх Господень. И он узнает эту правду суды Господни. Или вот в книге Иова страх Господень есть истинная премудрость. А то, как в конкретной деятельности обнаруживается страх Господень, напоминает эпизод из истории иудейского народа во второй книге про Липоменон. Иософат, царь иудейский, наставляет судей, которых поставил руководит народом. Он говорит, смотрите, что вы делаете. Вы творите не суд человеческий, но суд Господа, и он с вами в деле суда. И так, да будет страх Господень на вас, действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего неправды. И такими же словами в книге притчи, вот в разных главах книги притчи такие выражения. Страх Господень ненавидеть зло. Вот в чем страх Господень ненавидеть зло. Страх Господень отводит от зла. Страх Господень прибавляет дней, Страх Господень источник жизни. Или в 22 главе за смирением следует страх Господень, богатство, слава и жизнь. И так, приобретение премудрости, благоразумия в духе страха Божия, оно человека всего вовлекает в это чуткое внимание к Богу. Это можно назвать смирением, утишением внутреннего человека. И за этим следует то благо, которое здесь обозначено как богатство, слава, жизнь. Но речь идет именно о полноте жизни, которая не повреждена злом, отводит страх Господень от зла. и, конечно, поучение книги притчи согласуется с пророческими словами, вот как у Исаии в 33 главе. «И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения, страх Господень будет сокровищем твоим». «Страх Господень будет сокровищем твоим». Где сокровища ваше, там и сердце ваше. Помните слова Спасителя. И в этом, во всем пророк видит безопасные времена, изобилие спасения, мудрости и ведения. Все это в целостности, в страхе Господнем. И, конечно, вот это все стоит продумывать, как бы лично для себя продумывать. Ведь, в конечном счете, нам интересно не то, что думали древние о том или о сём. Но они думали так, это интересно, может быть, для образования. Нет, мы читаем это для того, чтобы это стало нашим опытом, вернее, чтобы от этого мы начали приобретать новый опыт понимания жизни, понимания смысла жизни. А если мы задумываемся о смысле жизни, то мы тем самым открываем для себя смысл и значение вот сей минуты нашей жизни, не каких-то будущих событий или откровений, или просто будущего неизвестного времени. Нет, человек, задумывающийся всерьёз о смысле жизни, обретает его, так сказать, нащупывает его здесь и сейчас. Именно поэтому страх Господний – сокровище, которое хранит в себе изобилие спасения. Это всё то, о чём только могли мечтать древние мудрецы и философы. Сравь Господний – это признак близости Бога. То есть, ну, например, мы боимся ожечься, потому что приближается огонь. Мы боимся какого-то великого на нас движения некой силы, когда приближаемся к берегу моря, и шум больших волн, наступающий бури нам не позволяет шагнуть в эту воду. Это приближение иного, что сильнее нас. Но это только так, сказать, в эмоциональных, физических впечатлениях. А если речь идёт о подлинном, бытийном, духовном опыте, то может вспомниться, что сказал Господь Моисею при приближении Моисея – «Сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, свято, так же и запрет народу подступать к горе Синайской, на которой Господь должен был беседовать с Моисеем, это признаки благоговейного страха при приближении Бога. Он познаёт сердца Господня не теоретически, но живым опытом, сердцем, и поэтому предточник говорит так «Больше всего храни сердце твое, потому что из него источники жизни», о том же и слова Спасителя, когда он учит внимать не внешнюю благопрестонности, но страху Божию, вот как в Евангелии от Марка, «Ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства». В данном случае Господь учит, как правильно относиться к людям, к жизни, как выстраивать свое не просто поведение, но, как бы сказать, осмысленно и правильно жить. Почему осмысленно и правильно? И что может руководить в этой осмысленности? Руководить будет чувство присутствия Бога, близкого, Его правды, то есть именно то, что во всех текстах, что мы читаем, именуется «Страт Господь». На этом мы сегодня остановимся и продолжим читать книгу притчей в следующей беседе. До новых встреч! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры